Мне представляется, что это мероприятие очень полезное и интересное. Дело в том, что сейчас происходит существенная трансформация системы науки во всем мире. Это связано и с новой ролью науки в обществе, другим отношением к тем проблемам, которые возникают, к тем вызовам, которые есть перед обществами всех стран, с теми новыми технологическими трендами, связанными в том числе с развитием и сильнейшим воздействием на экономики всех стран, так называемых disruptive technologies, подрывных технологий. И в этой связи, вообще говоря, прорывные направления развития науки, frontier research, они во многом связаны с формированием новых связок. Условно говоря, биология начинает очень активно взаимодействовать с науками по большим данным, с big data. Социальные науки начинают активно взаимодействовать с рядом медицинских исследований. Экономика, естественно, связывается просто с особенностями поведения человека, с психологией. И вот когда происходит такая стыковка, когда ученые выходят за рамки своих границ, это интересно. Потому что обычно всегда ученый стремится чувствовать себя комфортно в своей области, где он хорошо разбирается. Но нужно стремиться переступить эту границу и начинать работать вот на таких неопределенных областях, где разные науки встречаются. Вы знаете, у меня первое впечатление позитивное, потому что я увидел здесь прежде всего Георгия Борисовича Клейнера, к которому отношусь с исключительным уважением, как к человеку, который способен собирать вокруг себя людей разных специальностей. И не только разных специальностей, но разных взглядов. принципиально разных взглядов и на то, как должна развиваться наука в России, и в чем может состоять роль государства, и какие меры хорошие, и какие меры плохие. И я понял по первому дню, что нас многое в каких-то позициях разделяет. Это здорово, это интересно, потому что очень важно уметь слышать разных стейхолдеров этого процесса.